Платные парковки, десятибальные пробки и рост цен на бензин. Вот чем запомнился уходящий 2013 год, если посмотреть на него глазами автолюбителя. Фактически водителям и их железным коням объявлена война, ну по крайней мере в Москве. Нам говорят, чем вас будет меньше, тем будет лучше. Здравствуйте, в эфире программа Абсурда, в студии Александр Вейкер. У нас в гостях депутат Госдумы, организатор сообщества «Убитые дороги» Александр Васильев. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. И гендиректор холдинга «Софтрансавто» Владимир Тян. Здравствуйте, Владимир. Добрый день. Давайте начнем с общего. Чем вам запомнился уходящий год с точки зрения транспортной проблематики? Александр, давайте начнем с вас. Что вы выделяете? Вот я в своей преамбле сказал. Платные парковки, десятибальные пробки, рост цен на бензин. Вот меня, как твоего любителя, это волнует прежде всего. Меня прежде всего волнует, как человек, который все-таки работает и живет в Москве. Это пробки, больше всего. У меня нет личного автомобиля, потому что у нас в Куздуме есть служебные. Но это, конечно, облегчает в какой-то степени, потому что не надо платить за платную парковку. Да. Ухас и свое, все казенное. Не надо доставить где-то ее там мыть или заправлять. Это, конечно, большой бонус. Но все равно приходится стоять в тех же пробках. И, конечно, это очень раздражает. Нет, я вам скажу, кто за это платит. Просто за то, что вы не моете парковки. Наверное, не платите парковки, не моете машины. Платим мы. Вот и все, по-любому. Мы тоже платим налоги. Ну, я понимаю. Но, тем не менее. Да, вопрос как бы, ну, не об этом. Да. Вот. То есть меня вот больше всего напрягает проблема. С пробками. Вот именно с пробками. Да. А все что-то не все хорошо. С парковками, знаете, как-то... Ну, я свою личную машину ставил недалеко от Госдумы. И парковался, платил за это деньги. Ну, с какой-то стороны я это считал, что, в принципе, нормально. Да, цивилизованно. Потому что за границей, когда я ездил, путешествовал, везде платил. Ненормально. Единственное, что вот это вот понимание. То вроде бы мы как бы платили за дороги, налоги транспортные, да, строили дороги. А потом взяли в один момент хлоп и одну полосу отобрали для общественного транспорта. То есть, ну, меньше стало, да, полос уже для водителей. Потом раз, все, в центре тебе не запарковаться, давай плати. И как-то вот... Нет логики, да? Не то чтобы логики, мне кажется, все-таки это не так справедливо по отношению ко всем, кто заплатил за то, чтобы перемещаться. И были парковки, и были дороги. Да, то есть, те, кто вот до того момента купил машину, пока вот это не ввели, да, они вот... Рассчитывали на другие услуги, по крайней мере, более доступные. Просто от них это отобрали. Ну, а качество дорог улучшилось за год? Ну, если мы говорим, о чем мы говорим? О Москве или мы говорим... О Москве, о Московской области. Хорошо. Качество дорог просто вот чем можно измерить? Безопасностью, опять же, пропускной способностью или ямами, да, там, качеством? Ну, с качеством вроде как все нормально. Вот, меня больше всего беспокоит другой подход. Транспортный налог и акцизы на топливо, которые уплачиваются автомобилистами Москвы, он идет в Дорожный фонд. И вот по истечении вот этого года независимые эксперты оценили, что количество пробок стало только больше. Получается, что те деньги, которые были направлены на дорожную политику, они как-то неэффективно были истрачены? Или неправильно. Может быть, они потрачены правильно, но эффекта от этого никакого. Ну, да, то есть, получается, мы строим развязку какую-то, да, между пунктом А и Б, чтобы не было там пробки. А пробка-то остается. То есть, деньги потрачены. То есть, необходимо какие-то, видимо, другие искать подходы. Здесь очень многое зависит от того, как миграция в городе осуществляется, откуда люди едут. Все в основном живут. Есть специалисты в этой области, которые могут просчитать, рассказать. Может, их не слышат. У меня такое ощущение, что вот по итогам форума, тут недавно был, да, урбанистический, по-моему, только там заговорили вот так вот об этом. Что, может быть, мы все-таки посчитаем, кто откуда поехал. Понятно. Выяснилось, что большинство машин, которые едут в центре, они оказываются транзитные, они ничего в центре не забыли. То есть, развивать надо дороги, которые находятся за пределами третьего транспортного кольца между микрорайонами, чтобы можно было осуществлять проезды, минуя МКАД и третье транспортное кольцо, переезжать из микрорайона в микрорайон. И это не такие большие затраты, как столицы каких-то больших там крупных развязок. Ну да. Владимир, ваша оценка? Ну, я тоже могу оценить как автолюбитель больше, чем как представитель бизнеса, потому что наш бизнес непосредственно с Москвой, с дорожной ситуацией в Москве связан, но в меньшей степени. Ну, посмотрите на проблему со... Да, как автолюбитель, да, так и смотрю. Ну, я считаю, что проблема пробок, ну, наверное, все-таки не проблема этого года. И проблема выделенных, даже проблема выделенных полос, это все-таки проблема прошлого года, да. Но проблема осталась и в этом году, и она усугубляется. Ну, по моим ощущениям, я не могу сказать, что проблема с пробками в этом году была хуже, чем до того, да, потому что мы помним... Количество дней с десятибальными пробками увеличивается? Возможно, возможно, статистически, но по ощущению я не могу сказать. Вы переселены на общественный транспорт? Нет, но не потому, что с пробками стало лучше. Просто по характеру деятельности мне это несколько тяжело сделать. Но я считаю, что ситуация с дорожной инфраструктурой, она чуть лучше, но стала. Появились неплохие развязки на Мичуринском, на Варшавке, на Рублевке. Поэтому я бы сказал, что какое-то действие оказали ограничения на въезд в пределы МКАД. Потому что, ну, если говорить про транзитный транспорт, будем прямо говорить, значительная часть транзитного транспорта грузовой. Поэтому это, конечно, тоже повлияло. Как-то не парадоксально, я бы, наверное, какие-то положительные вещи отметил. Я считаю, даже те же самые выделенные полосы, это... Мы разговаривали перед записью, обсуждали в том числе и поведение водителя. В какой-то степени это тоже шаг на пути к тому, чтобы приучить людей цивилизованно себя вести. Потому что, сами понимаете, у нас выделенных полос, резервных полос для водителя не существует. Поэтому в сочетании с штрафами выделенной полосы... Вы за эти выделенные полосы? Я, как-то, любитель против, а вы за. Я считаю, что не они создают проблему, а управление самой дорожной инфраструктурой и дорожной сетью. То есть, он правильно сказал, управление тем же самым светофорным движением, правильная расстановка приоритетов при строительстве развязок, она значительно лучше влияет на скорость перемещения, чем соблюдение правил использования выделенной полосы. Хорошо. Вот вы затронули тему и выделили ее. Это пробки, да? Что создают пробки, прежде всего, на ваш взгляд, Александр? В чем причина пробок? Если немножко так философски, вот мы с Владимиром беседовали на эту тему, подойти, то пробки создают то, что дороги наши проектируются. Но проектируются неправильно, да? Наоборот, они проектируются правильно для идеальных водителей. Которых на самом деле нет. Ну, не то чтобы нет, их очень мало. То есть, водители не соблюдают правила движения? Да, очень многое зависит от этого. Или культура вождения, прежде всего. Не совсем так. То есть, нет каких вещей, которые бы четко сдерживали, направляли, что ты должен ехать по этой полосе. А вот организация движения сейчас на МКАДе, на третьем транспорте, на третьем транспортном кольце начинают строить, какие-то там вещи ремонтировать. Вот только в последний момент ты видишь, что здесь идут ремонтные работы, когда за границей нормативно отрегулировано таким образом, что ты уже за километр знаешь, что там будет сужение, и все будут перестраиваться. То есть, подход со стороны властей, к организации движения, он не учитывает то, что водители не идеальны, что они не могут перестроиться сразу же и не создать при этом пробку. Тогда это не только проблема в самих водителях. Это не проблема, это на самом деле не проблема в водителях. Вот в Израиле, например, очень хорошо организовано движение, то есть, там есть центры организации движения, так же, как и в Москве. Я разговаривал с этими представителями, они мне показывали целый диспетчерский центр, как у них происходит, как они считают машины, которые въехали, выехали. Машина где-то заглохла, сразу там камеры повернулись, знают, где это произошло, или там ДТП, не дай бог. Информационное табло специальное, которое говорят водителю, в какой там ехать полосе. То есть, все это есть. Давайте мы продолжим этот разговор сразу после новостей на Финомофе. Чего стоим, кого ждем, что изменилось за 2013 год на дорогах столицы. Эту тему мы сегодня обсуждаем в нашей программе. В гостях у нас депутат Госдумы, организатор сообщества «Убитые дороги» Александр Васильев и гендиректор холдинга «Софтрансавто» Владимир Атян. Мы не договорили по поводу пробок. Мы понимаем, что здесь комплекс проблем. И проблем в организации, и проблемы в самих водителях, культура вождения которых оставляет желать лучшего. Но есть также и объективные факторы, которые появились совсем недавно. Вот те же выделенные полосы. По большому счету в городе Москве не хватает дорожного полотна для нормального движения. Это общеизвестный факт. И тут же буквально треть, то есть если мы берем в среднем у нас в одном направлении три полосы, одну полосу мы изымаем, то треть вот этого полотна необходимого, дефицитного, изымается. Его нет, потому что по этой полосе должен двигаться общественный транспорт. Ведь на самом деле это усугубляет ситуацию, ухудшает ее, особенно на крупных магистралях. Я не понимаю, зачем это делать, когда нет достаточного количества дорог. Калометража, я имею в виду, прежде всего. Владимир. Если позволите, я вернусь к вашему предыдущему вопросу. Вы спросили, в чем проблема, которая проживает пробки. Одной проблемы нет, это комплексная проблема. То, что сказал Александр, начиная с поведения водителя на дороге, которое, к сожалению, необходимо что-то технически регламентировать, потому что рассчитывать на сознательность водителей довольно тяжело. Это правильная расстановка развязок, это управление светофорным движением, это правильный расчет и возможное наращивание дорожной инфраструктуры в соответствии с количеством транспорта и так далее. В том числе, это и принципиальный подход к организации движения в городе. Нужно понимать, что в Москве при такой агломерации, при таком количестве транспорта, без развития общественного транспорта, эту проблему все равно не решить. Нужно быть честными, мы никогда под то количество личного транспорта, которое есть, не создадим необходимое количество дорожного полотна, особенно в центре, в рамках третьего кольца, тем более садового и так далее. Чем больше будет строиться дорог, тем больше будет транспорт. Конечно, но потом есть, скажем так, есть и другие вещи, для которых нужно место, помимо дорог. Поэтому, если к проблеме развития общественного транспорта не подходить параллельно с развитием инфраструктуры под автомобильный транспорт, мы все равно придем в тупик. Поэтому, с этой точки зрения, такой шаг, как выделение полос, это абсолютно логичное решение. Другое дело, что, конечно, оно на данном этапе, а, ухудшает ситуацию, б, самая имплементация этого решения. Оно тоже требует расчетов, разумного подхода. Я не эксперт, чтобы судить, насколько правильно они располагаются. Но я не заметил массового перетока автолюбителей в общественный транспорт. Ну, я думаю, что здесь мы возвращаемся опять к культуре вождения и использования этих полос. Здесь, к сожалению, опять-таки, непопулярное решение по введению достаточно высоких штрафов за использование этих полос и, опять-таки, реализация этого решения, взимания штрафов. Наверное, оно какое-то действие окажет на скорость перемещения общественного транспорта. Но нужно понимать, что за предыдущие годы у нас существенно сократилась трамвайная сеть, если вы обратили внимание. У нас, в принципе, выросла нагрузка на подъемку. Причем существенно. Да, да. Вы понимаете, да, что факторы, влияющие на переток на общественный транспорт, это комфорт, скорость перемещения, да, ну, и, вероятно, какие-то структурные изменения в населении города. Понятно, что с ростом Балакстане люди имеют тенденции перемещаться на автомобиле. Но, тем не менее, какое-то соотношение необходимо выдерживать, да, потому что это единственный способ держать, ограничивать количество автомобильных дорог. Еще при Лужкове была такая информация о том, что, решая проблему с пробками, он пригласил, по-моему, англичан, которые должны были предложить какой-то вариант решения этой проблемы. И они действительно, специалисты из Лондона, приехали, изучили ситуацию. Ну, и, опять же, это по слухам, по информации, которая была в интернете. Спросили англичан, ну что, как можно решить проблему с пробками? Они говорят, да, можно решить. А сколько это стоит? А англичан говорят, нисколько. Он говорит, как, такого не может быть. Нет, ну реально, это не стоит, не стоит. Нет, это невозможно, сказали наши чиновники, до свидания. Нам такое решение неинтересно, которое ничего не стоит. То есть, насколько я понимаю, специалисты говорят о том, что если грамотно организовать само движение, изучить его и дать специалистам, то, возможно, даже в этих условиях достаточно облегчить ситуацию. Почему этого не делать, я не могу понять. У нас нет специалистов, на самом деле, которые способны это сделать. Надо исходить из того, что у каждой полосы есть своя пропускная способность. Всё-таки, да? То есть, бесконечное количество машин мы не сможем уместить на ней. Чем больше набивается машин, снижается скорость, и, ну, то есть, это приводит к пробке. То есть, там есть определённые графики. Но самая главная причина в пробке, как говорят специалисты той же Англии, это когда начинает падать скорость. Как только падает скорость, всё, значит, скорость здесь будет пробка. Скорость не должна падать. Вот и самое главное. Скорость падает, когда машин становится больше. То есть, из условий безопасности люди начинают снижать скорость, расстояние интервала между ними уменьшается, соответственно, приводит к пробке. То есть, оптимальная скорость – это 60-80 км в час, при которой обеспечивается максимальная пропускная способность. Если все вдруг решат и выехать на дорогу, и поехать, то это, безусловно, приведёт к заторам. То есть, тут, опять же, надо всё брать и считать. Ну, что сейчас так бывает, когда ты едешь по МКАДу и попадаешь в пробку, буквально через 10-20 минут вдруг пробка моментально рассасывается, и ты не видишь ни одного ДТП, ты не понимаешь, откуда она взялась, но она рассасывается вот в момент. То есть, в чём причина, никто не может понять. Я склоняюсь только к одному варианту – это снижение скорости, всё, больше ничего. Когда где-то в какой-то момент проехала фура, она перестановила этот поток и образовалась пробка. Вполне возможно, такие локальные чаги, кто-то, скажем, задумался и всё. Давайте вернёмся к платным парковкам, которые появились у нас внутри бульварного кольца. Была цена 50 рублей. Для многих, кто работает в центре, ну, я один из них. Цена 50 рублей – это высоко, очень дорого. Сейчас она уже 80. Дальше будет хуже. Я не голосую за платные парковки в центре, несмотря на то, что это, в принципе, ну, где-то удобно. Я голосую за то, чтобы это было доступно всем. Пусть это будет платно, но доступно. А это не… 50 рублей при 8-часовом рабочем дне – это недоступно. Ну, видите, это определённая мера, опять же, для того, чтобы пересадить вас. Для ограничения. И пересадить, заставить меня пересесть в транспорт общественный, который меня не удовлетворяет. То есть… По тому же комфорту, да. Единственное, что у меня тут метро, и то не всегда, особенно в час пикников, невозможно зайти. А если ещё ты стоишь на том же Киевском вокзале и ждёшь свою маршрутку? Да. Который не может уехать с Киевского вокзала. Или не может приехать, потому что там тоже пробка. Или на полосе выделенной опять же стоит пробка, да. То есть, опять же, при того, что ты всё-таки плюнешь очередной раз, сядешь в свою машину, заведёшь её и поедешь на работу. Ну, хорошо, но вот вы депутат Государственной Думы, вы пользуетесь тоже этими же дорогами. Почему нет никаких телодвижений от законодателей в этом плане? Или это чисто городская проблема? Вы не можете повлиять на эту ситуацию? Это ответственность вообще властей города Москвы. Они видят эту проблему. Сейчас они хотят провести референдум. То есть, они сначала сделали условия, да, такие, пошли как-то совсем другой дорогой. И теперь уже проводят референдум о том, что надо оно или не надо. Тут, да, проведут они референдум. Но тут ещё такая фишка. Это присутствие одной компании на рынке. Да, по большому счёту, это одна компания. Да, Владимир, насколько я понимаю, которая занимается тем, что собирает эти деньги. То есть, нет никакой конкуренции. Поэтому и такое ценообразование. Ну, сбор, скажем так, это... Централизованный. Насколько я понимаю, это муниципальный проект. Поэтому вообще процесс сбора денег, он не имеет здесь такого большого значения. Понимаете, я здесь не совсем с вами соглашусь. Платные парковки были введены не взамен бесплатных, которые присутствовали до этого, а как мера по упорядочиванию движения и парковки машин в центре города, в принципе. Если вы вспомните, что до этого было с парковками, отменяли, вводили эвакуацию и так далее, то, ну, прямо скажем, решение было достаточно своевременное. Поднимать вопросы сейчас, должны ли они быть платные или бесплатные, как они должны регулироваться, какая должна быть цена, наверное, это правильное решение, ну, по крайней мере, для того, чтобы соблюсти принцип. Волеизъявление. Но по-хорошему, по-хорошему, возвращаясь к соотношению городского и автомобильного транспорта для тех, кто работает в центре, будем честными, да, большая часть людей, те, кто работает в центре, должна, ну, даже что, для них должны быть обеспечены условия, комфортные условия для пользования общественным транспортом, потому что земля, пространство в центре Москвы слишком дорого для того, чтобы при том количестве учреждений и офисов в центре Москвы обеспечить всех парковочные места. Но, с другой стороны, город предпринимал попытки, и они были успешными, когда не внутри бульварного кольца, а за его пределами город находил карманы и делал просто бесплатные парковки вдоль дорог. Причем в тех местах, где концентрация машин достаточно высокая. И все водители аплодировали, потому что они могли перепарковаться именно в том месте, где они привыкли, и бесплатно. И эти парковки сделаны. Во дворах, то есть убирали карманы между деревьями. Наверняка заметили и видели это. Почему в центре это нельзя сделать? Только потому что не хватает земли, не хватает... Чего не хватает? Почему нужно именно вводить денежный сбор? Причем в таком размере. И откуда взялась эта цена? Ну, как я себе понимаю, эти парковки вводились так же с целью упорядочить те места, которые превратились в стихийные парковки. Для того, чтобы обеспечить места для парковки жителям, которые не имеют альтернативы, в отличие от тех, кто работает в центре. И я думаю, что в городе, наверное, даже без расчета, трудно себе представить, что можно обеспечить и для жителей, и для работающих достаточное количество бесплатных мест. Мы продолжим этот разговор сразу после новостей на Финамфе. Мы обсуждаем сегодня транспортную проблематику в городе Москве и области. Что изменилось за 2013 год на дорогах столицы? У нас в гостях депутат Госдумы, организатор сообщества «Убитые дороги» Александр Васильев и гендиректор холдинга «Софтрансавто» Владимир Тян. Мы проговорили уже по поводу пробок, которые существуют и которые всех уже достали. Особенно актуально это в конце года, накануне праздников. Проговорили также по поводу парковок. И тут мы несколько не сошлись в наших оценках. Но теперь еще хотел бы вспомнить вот это ограничение, которое существует на движении грузовиков, да, вот этих фур. сейчас, поскольку многие жители, которые обитают, скажем так, за пределами МКАД, испытывают дискомфорт. Дискомфорт какого характера? Да, ввели ограничения. Теперь грузовики только после 11 часов вечера могут ехать в Москву. И они скапливаются, начиная с 9 часов вечера, а некоторые даже раньше, на обочине, не доезжая МКАД. То есть, для того, чтобы мне вечером поздно вдруг по необходимости нужно ехать в Москву, это сделать практически нереально. Либо нужно закладывать плюс 1 час к дороге. То есть, решая одну проблему, мы усугубляем другую. Вы, я не знаю, видели, замечали это или нет, Владимир? Что значит, видели или замечали? Вы испытываете? Мы стоим. Мы стоим. У меня немножко неестественная роль была до настоящего момента в разговоре. Я занимал позицию, что все хорошо, а присутствующий весь чиновник, я как налогоплательщик. Наоборот, заметьте, вас никто не стесняет. Вы можете высказать чиновник и все, что вы думаете по этому поводу. Насколько мне известно, этот чиновник занимается как раз этой проблематикой достаточно успешно. Если говорить серьезно, эта проблема, по-моему, значительно более простая, ну, по крайней мере, в теории, чем проблема с парковками личного транспорта. Да, я согласен. Потому что речь о том, чтобы выводить логистическую инфраструктуру за пределы города и, соответственно, проблема, связанная с грузовиками, стоящими на обочине, она естественным образом исчерпается, просто потому, что это не совсем естественно для такого города, как Москва. Ну, и в принципе, в долгосрочной перспективе это неправильно. То, что касается текущей ситуации, ну, я думаю, что это примерно так же, как с платными парковками и выделенными полосами. Вероятнее всего, будут ужесточены санкции за парковку в непредусмотренных для этого местах. Будет проведены, вероятно, будут запущены какие-то проекты по созданию грузовых дворов, парковочных мест, каких-то массовых парковок для грузового транспорта, ну, в том числе, и логистических центров за пределами МКАД. Это, естественно, по времени не совпадет. То есть, будет точно такой же дискомфортный период, должен быть, по крайней мере, в теории, после завершения которого должен восстановиться какой-то баланс. Вот давайте теперь чиновника спросим. Как же так у нас получается? Мы вводим запреты, а потом решаем проблему. Почему нельзя было сначала... Я просто помню, как это делалось. Это делалось волевым решением Москвы. МКАД – это улица. Все, закрываем въезд грузовиков. Ребята, извините, делайте, что хотите. И многие ведомства, которые в этом участвовали, просто ломали голову, а проблем-то как решить? Куда мы поставим эти фуры, которые будут стоять и ждать вот этих 11 часов вечера? Где найти землю в Подмосковье, чтобы организовать площадки? Хотя бы даже платные, чтобы там они могли приехать к назначенному времени. А у фур, это как? Это же режим труда и времени. У тебя стоит вот этот тахограф, который тебя записывает, и там ты проехал больше времени, все, штраф. То есть ты будешь или там платить штраф, или тут будешь платить штраф. Соответственно, при наших расстояниях, нашей стране, как-то спрогнозировать маршрут, чтобы ты четко к 11 вечера приехал к Москве, ну, не всегда доводится, наверное, это сделать достаточно... Я думаю, что это нереально, да, Владимир, практически? Ну, конечно, организационно это очень тяжело, и потом, если знать, как функционирует система соблюдения правил труда и отдыха, нужно понимать, что она очень дискретная, то есть водитель должен с какой-то периодичностью иметь отстой в течение, фактически в течение рабочего дня. Конечно, это очень тяжело соблюсти, с учетом того, что он не может обеспечить в остальное время непрерывного движения. Вот. Ну, я хотел просто вернуться к своему комментарию, еще раз повторю, конечно, это создает существенные диспропорции и дискомфорт для тех, кто в этом бизнесе задействован, но, еще раз говорю, проблемы дорожные вокруг Москвы, ну, не только вокруг Москвы, настолько системные, что их невозможно решить, создавая какие-то приемлемые, комфортные условия в течение всего процесса их решения. Хорошо. С чего-то нужно начинать. Лучше начинать с запрета? Ну, скажем так, конечно, у нас некоторые традиции начинают с того, что проще. Но это лучше, чем не начинать ни с чего. Если сейчас не начнут выстраивать инфраструктуру для размещения грузового транспорта вокруг Москвы, тогда это не решение. Я видел инфраструктуру, которую, например, на Ростов-Дон пытаются сделать. И сделали, не доезжая видного, площадочку. Там помещаются где-то 20 фур. А извините, там сотни. Они не могут просто все встать на эту бесплатную площадку. Там еще платная дорога, наверное, да, участок? Это дальше. Ближе к Москве в районе Винного есть площадочка небольшая, где они могут постоять. Но там поместится 20 максимум фур. Это я так образно говорю. Ну и получается вот эта нагрузка по организации площадки, она же не на Москву упала. Это на голову дорожников, которые пытаются как-то с обочин согнать эти машины. Там гаишники пытаются что-то сделать, штрафовать. И все. А кто выделит деньги вот этим регионам для того, чтобы это компенсировать? Москва не выделяет? Москва нет. Москва решает свои проблемы. Вот и все. Все это потом сказывается на качестве продуктов, которые мы получаем, на их цене, на... И тогда это вот, скажем так, ну, такой карточный домик. Вот вы затронули одну карту и он начинает сыпаться. Вот в данном случае мне кажется, что мы идем по неправильному пути. Все-таки можно было организовать, договориться с Московской областью, найти эту землю, организовать, просчитать, опять же, посчитать. Это как мне один знакомый говорит, вот если ты приезжаешь, называют один торговый центр, который находится на МКАДе, почему там никогда нет пробки? И, в принципе, люди могут спокойно приехать к этому торговому центру, оставить машину и уехать. Потому что там пришли иностранные специалисты, посчитали еще при строительстве, сколько будет там машины, эта площадь, и организовали это движение. И приводит другой пример, другого торгового центра, который находится недалеко от этого. там просчитали свои. Исходили, видимо, из каких-то других критерий. Там всегда есть пробка, там неудобно водителям парковаться, там все неудобно, потому что там просто не посчитали. То есть, мы не включаем голову для того, чтобы решить проблему. Мы идем совершенно каким-то другим путем, и потом платим дважды за это. Ведь это так. безусловно. То есть, если сравнивать иностранные страны по показателю количества груза, перевезенное за сутки, мы отстаем где-то порядка в два раза. я могу сейчас ошибаться в числах, но Америка по-моему в два раза больше возит за сутки грузов. При том, что у них наверняка самые жесткие условия работы водителей на форах, правильно? Я думаю, что у них значительно жестче контроль за соблюдением. Условия у нас условия не мерзкие сейчас за рубежом. Просто это компенсируется не обязательно у всех соблюдения. А, понятно. То есть, огромное количество вопросов, которые мы понимаем головой, но ничего не делаем. надо дать должное, что, в принципе, тут исторически сложилось так, что Москва это порт Петимарий. Куда? Все улыбаются при этой фразе. Куда все стекается. Мы куда бы ни поехали, все надо делать через Москву. Вот. И мы, как и не пытаемся повернуть политику в то русло, что надо все-таки развивать вокруг Москвы весь транспортный узел. Опять же, сталкиваемся с проблемой того, что в Шереметьево хотят третью полосу построить. Какие там подъезды. ну да, то есть зачем укропнять аэропорты, которые уже и так перегружены, они перегружены и по своим мощностям взлетно-посадочным, по перронам, по вокзалам, грубо говоря, по подъездам к ним, все это уже перегружено. Ну, построим полосу еще одну, она не даст прироста, потому что мы будем опять с чемоданом бежать через весь аэропорт, опаздывая на самолет, потому что мы где-то там стояли в пробке на Ленинградском шоссе, например. Система построения вообще транспортная у страны должна быть другая, должна быть развернута, иначе должна быть в Россию развернута. Бизнес же страдает от этого, правильно, Владимир? И вы вообще считаете потери свои от дезорганизации, которая существует в транспортной системе или нет? Их трудно посчитать, потому что мы с трудом себе представляем, что... Их обьем, да? Нет, нет. Как нет? Как это могло бы быть? Да, потому что мы уже, наверное, привыкли к тому, что системного подхода к решению таких даже более простых проблем у нас нет. А здесь проблема очень многофакторная. И да, я согласен, к ней именно систематического, комплексного подхода пока что реализовать, ну, по крайней мере, незаметно, чтобы он реализовывался. с другой стороны, отдельные меры, допустим, организация того же железнодорожного пассажирского движения до аэропорта. Согласитесь, что это довольно очевидное и достаточно успешное решение проблемы с доставкой пассажиров в аэропорт. Кто-то из специалистов за рубежом сказал, что это самая успешная реализованная в Европе даже система. А если вспомнить, как это было, то есть, возможно, это эффект низкой базы. То есть, насколько эта проблема была существенной до того, фактически, трудно найти недостатки. Это комфортно, это быстро, это экономически выгодно, и это решает проблему, в том числе, движение всего остального транспорта по этим магистралям. Поэтому можно взять какие-то реализованные развязки, может быть, они вполне очевидны, напрашивали сами собой, но по ним очень четко видно, как они повлияли на дорожное движение. Левые повороты на определенных магистралях, развязки на МКАД, которые, опять-таки, реализованы на Риге, достраивающиеся на Можайке. Та же самая Варшавка. И, например, Ленинский проспект, который иногда самая очевидная иллюстрация проблемы с пробками на МКАД, это съезд на Ленинский проспект, например. Ну, меня, например, размущает то, что было сделано на пересечении, по-моему, Каширки с Пролетаркой. Вот съезд, подземный сделали съезд с Пролетарки и выезд потом на Андропова. Но настолько неправильно. Понятно, что там всегда была пробка, но вбухали туда миллионы, видимо, но не решили проблему. Пробка как была, так и осталась. Мы продолжим с вами говорить об этом сразу после новостей. Итак, заключительная часть. Чего мы стоим, кого ждем, что изменилось за 2014 год на дорогах столицы. Это тема нашей сегодняшней программы. Напомню, что в гостях у нас депутат Госдумы, организатор сообщества «Убитые дороги» Александр Васильев и гендиректор холдинга «Софтрансавто» Владимир Тян. Давайте закончим эту тему с развязками. Дело в том, что, опять же, мой тезис о том, что мы не включаем голову, чем решать проблему. Мы вбухиваем огромные деньги в то, что нам кажется насущным и важным. Вот та же развязка, о которой я говорил на Каширке, она не решила проблему. Кто за это должен нести ответственность? Потому что, когда ее строили, а ее строили ударными темпами, чтобы сдать, видимо, вовремя или даже раньше срока, у меня всегда возникал вопрос, когда я буду сейчас с Каширки на Андропова, вот как из четырех полос мы попадем в две? Третья из них справа, это для общественного транспорта. Мне просто было интересно, как они выйдут из этой ситуации. Когда они построили и сдали, я понял, что они даже не думали об этом. Теперь в две полосы вливаются четыре. Но, по-моему, здесь не нужно быть вундеркиндом, чтобы понимать, что вы усугубляете ситуацию. Так оно и вышло. Вот проблема не решена. Мне просто интересно, вот я, как твой любитель, я могу на них подать в суд? Ведь эти деньги наверняка из бюджета. подать суд-то мы всегда можем. Да, ну понятно, что никто не подаст, и никто никогда не будет в эту историю ввязываться. Но тем не менее. Просто с точки зрения до чиновника, он выполнил свое дело. Поставил галочку. Ну да, то есть он организовал там торги, провел конкурсы, все, развязку построили. Проектировщики посчитали, что здесь нужна развязка. Но она неэффективна. Вот как это доказать? Вообще, да, как вот к этому подойти? То есть я должен каждый день снимать это на видео и показывать. Слушайте, ну здесь пробка. Как она была, так и осталась. Меня, безусловно, этот же вопрос беспокоит всегда. А вот это решение, которое было принято, ну человек, мне кажется, должен просто расписаться в том, что он, по сути, просто взял бетон и положил его куда надо. Это казенные деньги. Все. Это наши, наши налоги. Мы платим акциз на бензин, транспортный налог, штрафы и так далее. Огромное количество налогов мы как автолюбители платим. В общем, несравнимое, мне кажется, с другими странами. И за это мы получаем вот это. Вы задали вопрос по поводу ответственности. Я, честно говоря, не стал тратить время на обсуждение. Потому что это без смысла. Это вопрос больше подходил для вчерашней пресс-конференции. Я думаю, что больше в нашей стране никто не может ответить на вопрос, кто виноват. Я думаю, что это чисто управленческая проблема. То есть, в управлении городом, то есть, в муниципалитете в любом случае есть департамент, который отвечает за транспорт. транспорт. И локальный чиновник, который, условно говоря, утвердил проект реализации этой дороги, он, наверное, по нашим реалиям вряд ли будет отвечать, вряд ли в этом есть смысл апеллировать к нему. То есть, проблема системная, проблема утверждения тех или иных проектов тоже системная. Я сейчас даже не веду речи о каких-то вещах коррупционных или каких-то прочих. Это просто управленческая проблема. Должна быть выстроена вертикаль, утверждение таких проектов, которое исключает возможность принятия непрофессиональных решений. Вот все. А как этого избежать вообще, Александр? Возможно, лишь на законодательном уровне. Для больших. Я не знаю, что нужно сделать для того, чтобы были профессионалы в этой области. Или у нас их нет вообще? Ну, у нас профессионалы есть. Да. Где они? В какой институт у нас не придешь, везде одни профессионалы. Да? Я вот не понимаю вопрос, может быть, с ними там работают плохо. Ну, как? Я думаю, что и наша вина, как налогоплательщика, в том, что мы не требуем. Вот реально, мы просто не требуем, чтобы была выполнена работа. Вот если бы был такой показатель, вот количество пробок десятибальных, да, в этом году увеличилось по сравнению с тем, ну, все, давай, как бы, дружок, принимай ответственность на себя, уходи с поста головы департамента. Тут понимаете еще, в средствах указанной информации постоянно говорится о том, что власть города пытается надавить на тот же Яндекс, пробки. Иногда Яндекс просто врет. Я сам ловил его несколько раз на то, что он мне показывает просто зеленую свободную дорогу, а я стою в пробке. Она должна быть просто пурбурно-красная. А там танки. А там, да, понимаете, я не понимаю, нет, может быть, где-то, где-то там несется, но не мы точно, но Яндекс врет. Черт, опять же, должен бы я какую-то долю критики нести, а опять вынужден вам возразить. С другой стороны, Яндекс, это пусть стихийная, в какой-то степени, но модель организации, ну скажем, модель управления, да, управления, информационного управления транспортными потоками. Согласитесь, что, например, у вас предметно или у меня предметно. Я согласен, это удобно. Это очень удобная система, которая существует. И согласитесь, что она перераспределяет потоки? Да, да, потому что зачастую он меня выручает. Я прибавляю к тому времени, которое мне показывает, плюс 30 минут, и я знаю, что я приеду почти вовремя. Я имею в виду, что как массовое приложение, оно перераспределяет потоки. Многие люди корректируют свой маршрут. Спасибо айтишникам, нужно поклониться и сказать большое спасибо, что вы разработали эту систему. Но подобный проект, реализованный в рамках города, он действительно был бы вполне конкретной мерой. Просто если бы были указатели, центр организации дорожного движения работал соответствующе, и вот опять же мы к организации движения пришли, что информационное табло, дорогие друзья, впереди затор такой, что вот давайте-ка направо и объедете. Или вы оставайтесь здесь, а вы направо, тогда точно все проедете. Но модель должна быть, математическая, не в Яндексе. Даже те табло, которые были установлены, сейчас они работают. И большинство из тех макетов, которые я видел по дороге. Они пишут... Они раньше работали, а сейчас они должны быть. Они не информативные. Там-то где-то будет скорость такая. Ну, вы поймите, это чисто статистическая модель. Если вы слышали, один из яндекс-сервисов по радио объявляет прогноз пробок каждый день. Ну, один из подобных сервисов, если я не ошибаюсь. Мы тоже объявляем. Каждое утро у нас в программе постоянно мы даем информацию по поводу пробок. И всегда оговариваемся, что мы только что ехали не верим или верим. Понимаете? локально, да. Но, в принципе, потоки транспорта в Москве, они достаточно предсказуемы. Глобально они достаточно предсказуемы. То есть, соответственно, и управляемы. Ну, надо вообще согласиться с тем, что в плане развития транспорта в Москве сейчас очень много по метро работают. Станции строятся новые, там соединяются ветки. и вполне возможно, что в какой-то перспективе это всё-таки приведёт к тому, что движение на дорогах станет более разряжённым. А метро к тому примеру, который вы привели в отношении перехватывающих парковок за пределами бульварного, лесодового кольца. Метро – это же часть такого интермодального транспорта. То есть, вы доезжаете до парковки перехватывающей, пересаживаетесь на метро, комфортно доезжаете в центр, в котором движение автомобиля и транспорта ограничено до максимума. Я бы должен сказать, что есть такие, да, реально перехватывающие парковки. Да, в европейских городах это более чем... Да, в Москве почему-то существуют эти парковки, ну, достаточно давно, можем сказать. Они уже есть. Они работают? Да, работают только не полупустые. Они полупустые. Или вообще пустые. Я пользовался такого рода парковками только в экстремальном случае, если я понимаю, что вот реально я вот не успеваю. Тогда я бросаю машину на этой парковке, а многие люди даже не подъезжают к ней. Они рядом, чтобы не платить, оставляют машину и едут на метро. Ситуация такая же. Когда бюджет по платным парковкам, ваш личный семейный бюджет и по штрафам, заплаченным за парковку в неположенном месте, превысит пороговую величину, вы начнете пользоваться перехватывающей парковкой. Наши автолюбители находят места, которые не облагаются штрафом. Вот реально. Я вижу, что огромная площадь стоит просто пустой. Ну, где-то на треть она занята машинами. Все остальное пустует. И стоит ценник. 50 рублей за первый час использования, 20 рублей за каждый последующий. Опять же, дорого. Я считаю, что это дорого. Для массового использования это дорого. Это должна быть символическая цена. А может быть, даже бесплатно. Тогда люди будут реально приезжать, оставить машину и ехать на работу. Потому что это не ударит по их карману. Сейчас каждая копейка на счету. Ну, согласитесь. Не те времена. Это не 2007, не 2006 год. Шальных денег уже нет. Безработица у нас есть, существует в Москве, она практически не чувствуется, но тем не менее. Люди пытаются выживать, они считают каждую копейку. Поэтому я считаю, что нужно переходить к другим, более доступным вещам. Массовым. Например? Например, бесплатные парковки. А, нет. Платность парковок перехватывающих, я согласен. Конечно, она должна быть максимально негативной. Изменение политики, отношения, что все-таки людей загнать. Не понимаю, почему, неужели не видят то, что есть такая проблема, что людей не загнать. Не знаю. У меня складывается, что не видят. Не видят? Нет. Потому что очевидные вещи, когда ты выезжаешь с той же Коширки, опять же, Сандропова, если вспомнить, ну, построили вы, ну, неудачно построили. Уберите три светофора, организуйте движение так, чтобы не было этой пробки. Ведь это элементарно можно сделать. Нет, мы выделяем полосу для общественного транспорта, сужаем еще, значит, дорожное полотно. Люди выстраиваются на километровую пробку. То есть, все ваши миллионы, которые вы закопали в землю, ну, они неэффективны. Просто неэффективны. Вот, и все. Вопрос, кто поможет? Где это Чип и Дейл? Я не знаю. Ну, это часть более широкой проблемы. Наверное, другой передачи. Да, скажите мне тогда, что нужно все-таки сделать? Куда бежать? С точки зрения... Автолюбителя. Обычного автолюбителя. Я думаю, с точки зрения... Принимать те правила игры, которые нам навязывают? Или, участвовать активно в каком-то определенном процессе, если он существует? Я знаю, что, Александр, вы сами принимали участие? Да, принимали, и на самом деле добивались, и нас слышали, и слышат. Но тут, опять же, не вешать нос. И в какой-то степени рулем голосовать, да? Я понял. Все в наших руках. Спасибо. Да. Спасибо вам за то, что пришли. Это программа подготовлена материалом агентства правильной системы Бираналитик. Я вас поздравляю с наступающим Новым годом. Спасибо, что вы пришли к нам. Надеюсь, что когда-нибудь наши дети или внуки будут же без пробок. Может появиться что-нибудь типа iPhone, IT, да, только в транспортной сети. Или теплый велосипед. С теплым сидением. Замечательное решение. Спасибо. Спасибо вам. Всего хорошего.